Послематчевые комментарии тренера 1М Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, ваши первые впечатления о пыгре? Первое впечатление, что игра, я думаю, что нам в актив она пошла. С точки зрения содержания, созданных моментов игры в обороне, прежде всего. Очень сегодня сыграли надежно и много выиграли и верховых мячей, и подборы забирали. Поэтому я доволен сегодня своей командой, с точки зрения содержания, и мы сделали шаг вперед. Когда у гостей вышел нападающий по 2 метра ростом, перестраивали команду или нет? Четыре готовились, а сегодня два дня уделяли в тренировочном процессе, скажем, что команда будет играть в три защитника, потому что предыдущие три игры они сыграли именно в такой схеме. Сегодня они сыграли иначе, потому что один из ключевых защитников был травмирован. Но перестроились, узнали это перед игрой, что будет играть в четыре, и перестроились. Для нас это было не ново, сыграть в такую схему соперника. Выход нападающего, там, большого или небольшого, никак не поменяли наши планы. Нам это было выигрывать второй мяч, третий мяч, подборы, то, что ребята справлялись с этим. Второй тайм сыграли намного активнее, чем первый, но при этом пока мяч упорно не шел в ворота. С чем это связано? Второй тайм, я думаю, сыграли более качественный, более терпеливый, контролировали мяч. И когда ты с мячом, у соперника силы заканчиваются, да, рано или поздно они встанут, то, что и происходило, да. Соперник не добегал, не успевал перестраиваться при нашем контроле, при наших смен направлений. Поэтому больше атак начали создавать, но мяч не шел в ворота, опять же. Опыт, мастерство наше, да, невесение, можно с этим совсем связывать. Ребята работают над этим всеми вещами, я не скажу, что из-за того, что мы не дорабатываем там над завершением. Да, наверное, дорабатываем. У него не идет мяч, будем еще больше, будем еще усердней над этим работать. Как оцените первый круг весенней части сезона в целом? Опять же, хотелось бы говорить больше о развитии ребят. Да, мы сыграли пять игр, если брать турнирную таблицу и очки, то по одной игре проиграли, и четыре игры сыграли мячи, пропустили, четыре, по-моему, пять мячей за первый круг, что тоже в целом нормально для нашей молодой, так скажем, команды. Постоянная ротация в составе была, то травмы, то дисклификация по разным причинам. У нас отсутствуют ребята в каждой игре по одному по два футболиста. Но у нас есть ротация, у нас есть большая обойма футболистов, на которых мы рассчитываем, эти футболисты из Академии. И несколько ребят пришли к нам перед сборами, что тоже внесли свою, скажем, лепту, конкуренцию в коллектив. Это нас радует определенно. И я думаю, что вторая часть чемпионов, второй круг этого этапа пройдет, опять же, в позитивном ключе для нас. Хотим играть активно, с мячом, хотим быть первым номером играть. Нам зачастую это удается. Я думаю, что во всех играх нам это удавалось сделать. Да, ну, реализация, да, и что-то подхрамывало, так скажем. Но, я думаю, что к нам это все придет. Ребята еще молодые, да, первый год играют во взрослом футболе. Это для них большой опыт, для нас всех и для меня в том числе, потому что работал только в молодежном первенстве, в Академиях. Сейчас для нас это всех огромный опыт для становления. Так что, ребята, двигайтесь вперед.